И доброго времени суток дорогие друзья, ну что мы с вами поговорили в прошлом ролике о том, какие же были первые шаги на Агуше, что было интересно и теперь будем продолжать ее развитие. Сегодня я вам расскажу о первых покупках, о первых удачах и неудачах и о том, какие она имеет статы и что она может фармить, какой я последний буст на нее сделал. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Кто сказал, что гномки не тащат? Милая внешность бывает обманчива, а те, кто не верили, уже получили по полной. Ощути всю мощь нового класса Творец Сияния в обновлении Линэдж 2. Итак, друзья, ушло у меня возмездие, возмездие мое плюс 32, выстрелы его за 240, его быстренько забрали, вроде как ценник нормальный, я посмотрел по всем серверам. И пришло время дальше немножко подбуститься. Дальше я хочу бустить откаты, потому что откаты для гуши это очень важная вещь и естественно пришло время большого аквамарина. У нас он здесь стоит 43,999. Если мы посмотрим, например, по торговле серверной, я не думаю, что здесь цена будет различаться. Если честно, я думаю, что его кто-то будет в принципе продавать здесь. Поэтому мы забираем у вас миш сервера за 43,990. Это здорово, хотя бы потому, что можно наконец-таки большой топаз выкинуть. Он нам теперь не нужен. А вот аквамарин мы с вами накидываем и получаем минус 5% КДР, которые мне помогут разогнать лимиты до безоткатного состояния. Ну и также я посмотрел по агатам. А с агатами прям совсем у меня все печально. И решил взять весы. 41 миллиард. Ну в принципе, наверное, нормальный ценник, я думаю, для них. И так, если прикинуть и посмотреть, что еще здесь не надо. Тельца еще можно взять. Вроде также ценник на него неплохой висит. Можно, я думаю, его также забрать. Пусть будет, почему бы нет. И остается еще 106 миллиардов. Хотел еще взять агат на шанс крита, но его, к сожалению, в принципе нет. То есть его не продают, либо продают. Вот Козерог за 395 уже апнутый, плюс 5. Ну, пока обойдемся, думаю, без него. В любом случае, можно весы поменять, Тельца можно поменять. Причем Водолей дает ЦП, он мне не нужен здесь. Поэтому мы сюда закидываем Тельца. На 7% закидываем улучшенные весы. Улучшенного Водолея останется только поменять вот Козерога. Ну и сюда вместо Фея, я, честно говоря, пока не знаю что, но со временем, думаю, прикину, что еще сюда можно добавить. А на момент записи у нас еще не закончился ивент с пирожками. Остается вот буквально 2 дня. И я еще стараюсь выфармливать все, что можно. Доставать откуда можно эти самые пакетики. Но пока интересного ничего не падало. Только камни Рунман, кодексы и все. Ну, кстати, вот Мастер, когда уже упала, приятненько. Это хороший, хороший бонус. И также здесь еще есть сундук с большими пирожками. Давайте откроем. Ну, отсюда вообще я другой награды какой-то в принципе не видел. Ну, большие пирожки, сказания, хоть какой-то бонус. Помимо этого, я еще и поточил скиллы. Да, здесь сияющие прикосновения на 20, сияющий сюрприз на 20, круг фантазии на 15, веселая звезда на 20. Пузыри, к сожалению, точить нельзя. Яркий прыжок на 10, искренний прыжок на 10 тоже заточил. Заточился я еще треугольник на 20, время мерцания на 20, время фантазии на 20. И фиеста фигуры, фиеста трюков на 10. Но смысла какого-то не вижу. Как я понял, фиеста трюков пробивает неуязв только если это персонаж. То есть на каких-то там РБ, например, на Байлора это не работает. Поэтому толку точить выше не вижу какого-то смысла. Ну а фиеста фигур точил просто потому, что были кодексы и, наверное, поэтому все. Прыжки пока не вижу смысла гнать выше, потому что не вижу в них какой-то прям серьезной необходимости. Так как я стою с луком и мне, во всяком случае, пока это не надо, если в будущем потребуется, обязательно это сделаю. Также хожу в Джамуа, так как весь буст я перекинул. ЛС, естественно, пришлось снимать. Пока удалось поймать только из тех сундуков, которые падают. Они сейчас падают, к сожалению, не как падали на эльфе. Там все-таки был ивент, их падало много. Здесь падают не так часто. В брошку пока оставил Магатаку на 4%. В браслет 5% мощности физмакумения и 3% физзащиты. В третий горшок семени поймал атаку стихии 80, и шанс Маккрита 2%. В книжку 2% урон силы Критаки и Маккумени 2%. В маску силы Критаки и Маккумени 2%. В диадему пока ничего не поймал. Надеюсь, что рано или поздно ПВЕ урон все-таки получится сюда поймать. Ну и в рубашку буквально вчера поймал 8% силы Маккрита. Это в любом случае лучше, чем в ней было до этого. Также купил еще один большой синий кошак. Потратил, наверное, около 40-45 лярдов. Хотел сделать его пятым. Естественно, мне это не удалось. То есть в нем уже где-то порядка сотки 100 лярдов. Но я думаю, рано или поздно сделаю для того, чтобы сделать исключительный камень вместе со своим. Также на заточку скиллов, вот те, что я перечислил, ушло, я думаю, порядка где-то 55 миллиардов. Плюс-минус где-то так. Но я в любом случае доволен. Это еще если брать в расчет, что кодексы, например, главы 1 сейчас относительно дешевые. А кодексы обычные я покупал за монеты, потому что это намного выгоднее, чем просто покупать их с рук. Также забыл сказать про бижу. В бижу поймал шанс Крита Маккумени 4% и в сережку также шанс Крита Маккумени 4% не упарывался сильно. Как вы видите, ЛС я оставляю коплю, потому что бижу в будущем все равно буду менять. И в другую бижу перелавливать все равно придется нормальные ЛС. Также, как вы видите, у меня есть осколок реликвии ранга Б. Это неудавшийся синтез, даже был трай на Б-шную реликвию. И сейчас я бегаю с клинком Берсерка, потому что дает 5% урона, минус 5% урона. К сожалению, нижние параметры не работают, но это все равно лучше, чем, например, если бы я бегал даже с каким-то там сверкающим луком. От него бы я получал бы, да, там физмаг атаку, физмаг защиту 3%, но терял бы 3% урона и терял бы минус 3% получаемого урона. На данный момент без ППшки вот такие вот статы у меня имеются в виду. Почему именно без ППшки? Потому что шанс Крита все-таки важен. Лимиты пока еще не удалось сделать безоткатными, то есть еще надо будет над этим работать, скорее всего учить за камень рун, за улучшенный на 110 скилл однозначно. Ну и плюс забытку до 10 гнать, я имею ввиду забытку именно дефную, потому что после того, как я ее апну желательно на 30 левел, там еще появится минус 10% перезарядки умений. Но в любом случае под лимиты, как вы видите, зазор там буквально около 10-11 секунд и вот под ними шанс Крита составляет 881. Это уже довольно-таки приятные цифры, тем более относительно того же сумма. И вот такой получился ролик, надеюсь он вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх, не забыли подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также помните, что у меня есть в описании телеграм-канал, там дополнительно проходят розыгрыши, выходят все анонсы. И есть еще в описании ссылочки с бонусами. Если вы захотели пройти версию мейна, может быть вам по душе больше эссенс или легоси, то переходите по ссылкам, регистрируйте новый аккаунт и получайте гарантированные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 7 дней ПА по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И шпингалечиваем ссылку на предыдущий ролик, загружаем всех комментариев, комментаторов, кто там что-либо у нас писал. 17 комментариев всего, Алекс Таганейра, Саня Красава, Гуша Класс, тем более с бустом, но вот с он ничем не хуже. Согласен, ничем не хуже, а для новичков даже лучше. Первый код твой, поздравляю. Второй победитель у нас Юзер, да, с рельгами особо не разгонишься и не стоит это делать за монеты однозначно. Поздравляю, второй код твой. Третий победитель у нас Зе Бурдюк. Все с рельгами понятно, покупать точно не буду, спасибо. Да не за что, вот на всякий случай на примере решил показать, как лучше не делать. Третий код твой, поздравляю. Четвертый победитель у нас Симпл. Ох уж этот каловый мейн. Ну каловый не каловый, но код ты выиграл, поздравляю. Может быть попробуешь и тебя затянет. Поздравляю, четвертый код твой. Пятый победитель у нас Дичейн. Я устал от гнома, сил нет смотреть на эту расу через один рерол в течение пары месяцев. О, Гуша, да, так и было, это действительно звучит довольно-таки мемно. И я об этом несколько раз говорил. Но вот от чего ушли, к тому пришли. Видимо, судьба. Пятый код твой, поздравляю, господа победители. Не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм. Все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь. И прямо сейчас пишите комментарии от четырех слов. Возможно, в следующий раз уже вам повезет. И вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.